В середине сентября 2017 года мы с женой отправились в долгожданный отпуск в Италию. Ехал я туда прежде всего, чтобы отдохнуть физически и психологически, насладиться архитектурой и природой данной страны, посмотреть, как живут люди, не буду скрывать, и чтобы отведать итальянские национальные блюда и вино. В общем, отдых есть отдых. Но как видеоблогер со стажем, даже планирую отпуск, я был не против заполучить какой-то интересный и необычный материал. Для начала я хотел посетить какой-либо вечер бокса. Потом была достигнута договоренность с русскоговорящим профи-боксером, строящим свою карьеру в Италии. Однако в итоге всем этим планам не суждено было сбыться. Тем не менее, в данном материале я смогу вам рассказать о боксе в Италии, что он из себя сейчас представляет, а также расскажу вам о спорте в Италии в целом, а именно о том, чему отдают предпочтение обычные люди, выбирая тот или иной вид активности. Ну и, конечно, я не могу не затронуть колорит и удивительные красоты той исторически уникальной страны, где я побывал. Об этом сегодняшний материал. Вообще говоря об Италии, сразу нужно признать, что это, мягко говоря, не боксерская страна, как в настоящий момент, так, наверное, и в целом. Пытаясь вспомнить великих боксеров из Италии по памяти, я лишь припомнил Нина Бенвенутти, который вошел в мой рейтинг лучших средневесов в истории, да и то, что Рокки Морчано и Пол Малиньяджо были американцами с итальянскими корнями. Зайдя в рейтинг величайших итальянских боксеров всех времен, я лишний раз убедился, что звезд первой величины с громкими именами не так уж и много, так как из первой двадцатки на сайте BoxRec я знал лишь уже упомянутого Бенвенутти, Прима Корнеро и Виту Антуа Ферма. А если посмотреть рейтинг Pound for Pound действующих итальянских боксеров, то становится совсем грустным. Нет ни одного сколь-либо известного широкой мировой публики имени. Наверное, именно поэтому, когда до своей поездки я полез смотреть расписание запланированных вечеров бокса в Италии, на то время, когда я там был, я не нашел ни одного события. Ближайшим был вечер бокса 7 октября 2017 года в главном поединке которого свой очередной бой проводил непобежденный полусредневес из Украины Максим Продан. Кстати, после возвращения я посмотрел результаты всех боев и обнаружил, что все-таки в то время, когда я был в Италии, бои там проводились. Но это были поединки, в которых, например, боксер с четырьмя победами и тремя поражениями нокаутировал во втором раунде боксера с одной победой и пятью поражениями. Вот и весь вечер бокса. И это, мягко говоря, не то, на что я хотел бы сходить, будучи за границей. В любительском боксе данной стране сейчас также похвастаться особо нечем. С последней Олимпиады они не привезли ни одной медали. Да и на предыдущих, мягко говоря, не блистали, хотя дела шли немного лучше. А что касается Максима Продана, то я мог встретиться с ним в городе Милан, где он живет и строит свою карьеру. Однако от городка Риммини, где отдыхали мы, до Милана около 350 километров. И такая поездка мало того, что заняла бы день напряженных передвижений, но еще и стоила бы мне не менее 150-200 евро, так что, к сожалению, пришлось от этой встречи отказаться. Поэтому в очередной раз хочется заметить, что когда в конце материалов я призываю при наличии возможности оказывать блогу финансовую помощь, то я прошу об этом именно для подобных случаев, чтобы у меня был шанс сделать для вас эксклюзивный, интересный материал, так как у меня нет сейчас возможности выделять существенные для меня финансовые средства из бюджета семьи. Тем не менее, Максим мне рассказал, что бокс в Италии, хоть и не является основным видом спорта, но сейчас он развивается. Есть хорошая база для тренировок, в том числе благодаря очень приятному теплому климату. Центрами бокса в Италии являются столица Рим и Милан, где живет Максим. Уровень боксеров и вечеров бокса, хоть и уступает в целом Германии и Британии, но позволяет набираться опыта, прогрессировать и в будущем иметь шанс претендовать на европейские, а может и на мировые титулы. Вообще, сам продан Италию не выбирал. Просто он там живет, как и его родители. Но при этом он считает, что в этой стране у него есть все шансы добиться большего, так как боксеры из постсоветского пространства больше мотивированы, нацелены на результат и готовы ради этого пахать, в отличие от коренных итальянцев, которые по жизни слишком расслаблены и всем всегда вроде как довольны. Тем не менее, украинец не против попробовать себя и на рингах других стран. В том числе, он согласен с другим украинцем Иваном Риткачом, который считает США меркой бокса, интервью с которым вы также можете посмотреть на канале. Пожелаем Максиму удачи, продолжения его карьеры и новых побед. Кому интересно, последите за ним. Напомню, что очередной свой бой он проведет 7 октября. Ссылку на его послужной список оставлю в описании под видео. А если говорить про спорт Италии в целом, то сразу бросается в глаза, что в целом итальянцы довольно спортивны и активны по жизни. Несмотря на то, что в их рационе много мучных продуктов, например, пицца или макаронные изделия, но полных людей на улицах немного. И даже на территории такого курортного места, как Риммини, где мы отдыхали, несложно понять почему. По берегу 15-километрового пляжа постоянно кто-то бегает или просто прогуливается. То же самое можно увидеть на набережной города. Итальянцы бегают и утром, и вечером, и даже во время своего длинного трехчасового обеда, называемого сиестой. На территории всего города оборудованы велодорожки. Причем в некоторых местах их ширина значительно превосходит ширину тротуаров для движения пешеходов, что, думаю, просто непостижимо для российского человека. Так что велосипедов много, на них люди ездят на работу и в магазин, или просто отдыхают. Я бывал на курортах России, Турции, Греции, и там реально, весь отдых закручен на расслаблении, питании от пуза и алкоголе. В Италии с этим также все отлично, уж поверьте мне. Но при этом вы видите, что в плане активности все в порядке. На территории почти каждого пляжа, а их более ста, оборудованы площадки для пляжного футбола, волейбола, детские площадки, много где есть хоть какие-то турники, а на иных пляжах мини-качалочки. В центре города, прямо на центральном транспортном кольце, оборудована площадка для воркаута. Так что даже ваш покорный слуга, который хотел отдохнуть от всего, в том числе от тренировок, не удержался и бахнул парой десятков подходов на турниках и брусьях. Ну и, конечно, сложно не заметить любовь итальянцев к футболу. И дело не ограничивается, как у 90% российских болельщиков, просмотром футбола под пивко, хотя и это есть. Итальянцы любят собираться компаниями в барах для просмотра матчей любимых команд. В один из дней, возвращаясь из Болонии, в районе 9 часов вечера, мы проезжали мимо футбольных полей. Так вот, в это время, они были забиты людьми, которые бегали, тренировались, перепасовывали компаниями друг другу мячи. В общем, любовь к какому-либо виду спорта, это прежде всего, желание заниматься данным видом спорта, хотя бы для себя. Если кратко, то вот такой информацией я хотел с вами поделиться. Италия и итальянцы реально спортивные, энергичные и эмоциональные люди, так что эту поездку я запомню на всю жизнь. Хоть, конечно, основной объем эмоций был мной получен на крепостных стенах в карликовом государстве Сан-Марина, у стен древнего Колизея в Риме, во время подъема на 498 ступеней на самую высокую башню в Болонии, ну и, конечно же, во время водных прогулок по гранд-каналу в Венеции. Надеюсь, вам понравился этот материал, потому что мне хотелось хоть немного поделиться с вами теми положительными эмоциями, что я испытал в этом путешествии. А различные топы, биографии и аналитика будут, конечно же, позже. Путешествуйте, друзья мои, получайте незабываемые впечатления, смотрите мир. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь впереди много интересного. Также побед вам в ринге и в жизни. Дмитрий Моисеев Специально. На такой машине. Субтитры сделал DimaTorzok